Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили. И сегодня у нас с вами Мукпанк. У нас манты. Каждый раз, когда я говорю манты, меня все исправляют, говорят неправильно, надо говорить манты. Когда я говорю манты, все пишут манты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как на самом деле правильно. У нас, значит, здесь напиток Like Tea. Я его один раз уже пробовала. Очень понравился. Чем-то напоминает Ice Tea. Просто вкуснее намного. И специально под цвет я нашла такую трубочку вот сюда. И у нас здесь с вами огурчик, соевый соус. Я вообще подсела на соевый соус. Уже со всеми блюдами у меня идет соевый соус. Я просто открыла холодильник и посмотрела, что же у меня есть. Особо большого выбора не было, к сожалению, потому что, как вы знаете, мы дома. В одном видео сказала про то, что у нас карантин и все такое. А потом забыла и в следующем видео сказала, что у нас карантин, мы сидим дома. Я увидела в комментариях, одна девочка написала, что Айка, сколько можно одно и то же говорить. И я-то понимаю, что у меня еще снято два видео. И я там говорю то же самое. Я думаю, может, не выкладывать. Вот. Иногда я забываю, что я говорила в прошлом видео, повторяю одно и то же. С соевым соусом вообще бомба. Сидим дома с бабушкой. Я стараюсь снимать больше видео. Звонит, значит, мама и спрашивает у бабушки, что же делает Айка. И бабушка такая говорит. Да ничего. Целый день играет в компьютер. Целый день играет в компьютер. А то, что я пилю видео, а то, что я их монтирую, выкладываю, ничего так, ничего, ребят. Но я не обижаюсь на бабушку. Мама поняла, что я работаю. Я не просто играю в компьютер. А еще, девочки, помните, я вам в инстаграме во влоге тоже показывала, что у меня после лазера, лазерной эпиляции, у меня ожог на ноге. И мне-то Шелли говорила, что это необычный ожог. И от него реально может остаться след на всю жизнь. Но я сначала ее слова вообще не восприняла всерьез. Я подумала, кожа, кожа, ожог, ожог. Ну, что там может быть-то? Вот. А сейчас у меня очень странная кожа, именно где ожог, она стала намного темнее, краснее. Обычно, когда бывает простой ожог, немножко все выглядит по-другому. я не хочу портить вам аппетит, но ситуация плачевная. Уже прошло две недели. Вроде бы ничего не болит, но это место настолько красное. Короче, выглядят ужасно, я не знаю, что будет. прикиньте на лбу какой-то там ножок. У меня есть талурный брат, у него есть жена. Вот. И она не пользовалась SPF, то есть она не пользовалась кремом против солнцезащитных лучей. и у нее на лбу вот здесь появилось пятно. Просто так. Вот никуда не ходила, вдруг появилось на лбу пятно. Поэтому вот эти вот всякие лазеры, не знаю, солярии. От соляриев вообще бывают родинки, потом могут быть проблемы. Надо быть аккуратными. Я всегда хвалила лазерную эпиляцию, но после этого, я не знаю, хвалить, не хвалить. Вот так. Представляете, не из всего просто на лбу появилось пятно. Вот и ходи, теперь замазываю его тоналкой. Она обратилась к дерматологу. Она прописала всякие отбеливающие маски, умывалки и так далее. И вообще, дерматологи всегда говорят, что обязательно нужно использовать SPF. Лучше тональный с SPF. А есть возможность лучше вообще крем. Подтональный. А без крема, без ничего выходить на улицу вообще не стоит. Многие вот говорят, типа, тоналка, это вредно и все такое. Тоналка, это хоть какой-то барьер между вашей кожей и, например, солнечными лучами. А вот это моя родственница, жена двоюродного брата. Она очень редко использует тональное средство. И вот в результате появилось такое пятно на лбу. насчет моей кожи у меня все проходит. то есть у меня новые прыщи вообще не появляются. А старые немножко остались следы. но они тоже проходят. Просто они такие застойные пятна, которые тяжело от них избавиться. но все проходит. Слава богу, я настолько рада. Вообще иногда когда в метро где угодно я вижу девушку, например, в шортах с идеальной кожей на ногах мне реально очень это нравится. Я считаю, что как раз таки красота заключается вот в таких вещах. Идеально ровная кожа, например, да, естественно. Идеальный тон лица. Я всегда говорю своему брату и вообще по приколу подругам, что если бы я была бы парнем, то первое, на что бы я обратила внимание, это кожа. То есть я бы хотела найти девушку, если бы я была бы парнем, с идеально ровной кожей на лице. То есть без тоналки, чтобы она выглядела офигенно. Но я не знаю, удалось бы мне это. Пусть не идеальная фигура, пусть куча других минусов, но самое главное, идеально ровная кожа. Мне это очень нравится. У меня была одна группница. Она была такая пухленькая. И у нее такие классные ноги были. Несмотря на то, что она пухленькая, просто идеальные ножки. Худенькие. Без синяков, без ссадин. Вот если я сейчас шортики одену, вы подумайте, что последний месяц я была на необитаемом острове, на проекте остаться в живых. Откуда берутся эти синяки у меня на ногах? Я не знаю. По деревьям я не лазаю, не знаю. Я в квартире. Где я умудряюсь получить такие синяки? Я без понятия просто. Я здесь подготовила сырный соус новый и кетчуп. Но мы обойдемся без всего этого. Немного хрустящие они. Я специально так сделала. Обычно мамка, когда готовит манты, она снизу, как бы первый слой в сковородке, это морковка, натертая на терке. А я решила обойтись без этого, чтобы получился вот такой вот хрустящее дно. Вкусно очень. Не то, чтобы мне было лень натирать на терке морковку. Просто я так люблю. Ну, вы поняли. А еще я буду для вас снимать рецепт очень вкусных сладостей из творога. Вот. К сожалению, рецептов, которые я знаю, не так уж много. поэтому буду снимать то, что я знаю. Ну, рецепт клевый. Очень простой. Прям даже ребенок справится. Обалденный, освежающий напиток. Потрясающее настроение. Вот. Мне кажется, или кто-то стучит. в общем, как-то так. Девчонки, решать вам, конечно, но задумайтесь о таких вещах. и давайте немного поотвечаю на вопросы. Меня реально рассмешил этот вопрос. Айка, привет. Как ты относишься к тому, что на карантине практически все блогеры начали петь? Я считаю, что если человек хочет развиваться в этом направлении, здесь нет ничего плохого. Другое дело, нравится ли это кому-то? Я очень не люблю завистливых людей. Завистливых. И, например, какой-то блогер начинает петь, и другие артисты начинают его критиковать, у тебя что-то не получается и так далее. Я лично, например, слушаю песни блогеров. Если он мне заходит, я слушаю. Мне без разницы, сколько автотюна, сколько всяких эффектов. Честно, мне все равно. Мне самое главное, чтобы мне нравился конечный результат. Там тиктокеры начинают петь. я в этом, опять же, ничего плохого не вижу. Хотя я никогда не буду. Меня наоборот раздражают. Старое поколение звезд, такие как Наташа Королева, не знаю, там Валерия, муж Валерии, вот это вот. Они начинают там выпендриваться, говорить, что вот, появились какие-то звезды, которые не умеют петь. Ну, как их можно сравнивать с Валерией? Ну, как это возможно? Ну, какие они певицы? Если человек поет, значит, он певица. Она певица. Все просто. Чьи-то песни мне заходят. Чьи-то нет. Вот, например, у Пушман, вы, может, слышали, да, она прям недавно выпустила песню. Ну, как недавно, пару месяцев назад. И у нее как-то не зашло. Ну, не зашло и для меня, если честно. Как-то, ну, не понравилась мне песня. Не понравилась мне подача, клип, не знаю, не мое. То есть, дело не в том, что это Пушман, и мне должно понравиться, потому что мне нравится она. Мне очень заходят песни тиктокеров. Мне очень нравится Слипи, дочка прокурора, песня. Мне именно не нравятся вот эти слова дочка прокурора. Все остальное в песне супер просто. А вот эти вот именно слова мне не очень нравятся, в том плане, что это как-то, ну, дешево, пафосно, что ли. Песни, мелодия. Мне все нравится. Мне прям заело в голове. Единственное, вот эти слова дочка прокурора мне не очень нравятся, если честно. Я снимала видео в тиктоке, и именно вот эти слова я вырезала из контекста. В общем, как-то так. Может быть, это потому, что у меня нет музыкального образования. Для меня и то, и другое это музыка просто. Главное, чтобы песня заела у меня в голове. Для меня это самое главное. Я понимаю блогеров, которые начинают петь, потому что быть певицей намного прибыльнее, чем быть блогером. Ты даешь концерт и зарабатываешь просто миллионы. И это неплохо, что блогер стремится к этому. Каждый из нас хочет, чтобы с каждым днём он зарабатывал больше, чтобы у него было больше подписчиков, больше аудитории. Ну, нелепо просто это отрицать. И люди стараются. Последний. Очень вкусно. я их прямо долго варила. Они внутри проводились просто идеально. Еще пять штук в морозилке осталось. Я думаю, что на ужин оставлю себя. Я в последнее время стараюсь не снимать для вас совсем ночью, потому что мне не нравится качество полученное в конце. Либо мне надо купить лампу, либо не снимать ночью. А. И так. Вот. И так. Либо чуть-чуть. А. Я просто буду бутылками покупать этот соевый соус. Он божественный. Он просто с любыми вкуснятинами на ты. В общем, на этом все. Я допила, доела. Было очень вкусно. Если вам понравился этот мопанк, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Может быть, для вас это мелочь. Для меня безумно приятно. Нажмите эту кнопочку и подпишитесь на меня, если вам не трудно. Я стараюсь. Всем день по три видео выкладываю. Я заслужила. На этом все. Если вы до сих пор кушаете, приятного аппетита вам. Всем желаю удачного дня. Всем пока.